Значительная часть населения начнет просто быстренько, так сказать, готовиться на тот свет. Сейчас я могу констатировать факт, что сегодня у власти, в мировом сообществе, это просто психопаты. Просто психопаты, которые сегодня поставили задачу ликвидации населения. И вот как раз одна из технологий, о которых мы с вами сегодня поговорим, это технология, конечно, 5G. Ну, настолько много всего сказано, что, мне кажется, я бы мог повториться, но у нас есть новая информация, которая для нас, в общем-то, оказалась очень неожиданной. Ну, все мы видим, вот вышки ставят, что от вышек там, может, чуть ли, так сказать, не около домов, прям рядом, где-то с нашими, так сказать, школами, где-то у детских садов и так далее. И большинство людей, конечно же, возмущает это, но никто даже не подумал, что есть и другая интересная технология. Ну, чтобы нас с вами не обвинили в конспирологии, я обращусь к ведущему экспорту военной индустрии по разработке 5G. Это специалист, который достаточно опытный, ну, один из ведущих, да, это Марк Стилл. Ну, его слова, что 5G – это убийца, и он это обосновывает в следующем. Это оружие микроволнового излучения, да, это военная технология, еще раз, которая применяется для, соответственно, ликвидации противника. Ну, возьмем Англию, городок Гейтсхед. Что обнаружилось в этом городе? Значит, вот Марк Стилл увидел, что монтируются светодиодные, так сказать, фонари. Новая система освещения в городе. И он обратил внимание, что под видом системы управления этими светодиодными фонарями устанавливается что-то другое. Когда он стал рассматривать эту ситуацию, то оказалось, что это установка оборудования 5G. И, соответственно, через это оборудование каждый фонарь, который был установлен, имеет возможность, ну, будем говорить так, облучать людей. Что он сделал? Он сделал замер. Замер оказался превышен в несколько раз. Но если бы этот замер оказался превышен в несколько раз у фонаря, это плохо. Это действительно человек может, так сказать, ну, если не убить, то, по крайней мере, создать ему очень большие проблемы со здоровьем. Несколько случаев было, которые его сподвигли на изучение более детального этого вопроса. И тогда он, увидев, что к нему обратились люди, что там, где эти фонари устанавливаются, и, соответственно, это оборудование, то у людей появилось кровотечение из носа, головные боли. Ну, если бы это у одного человека, то, да, может быть, ну, всякое бывает, да. А когда у человека несколько уже появилось, он тогда решил проверить, какое воздействие на людей идет от этой системы 5G. Он сделал замер. Есть такая резолюция Совета Европы 18-15, которая говорит, что, ну, определенное количество милливольд должно соответствовать воздействию. Так вот, когда он сделал замер в квартирах, вплоть до туалета, то оказалось, что воздействие идет в 15-20 раз выше, чем установлено данной резолюции. Приборы действуют на человека, уровень воздействия превышает, вот, нормы резолюции аж в 15-20. 15-20 раз. И, ну, ясно, что после этого началось выяснение, что там происходит. Вот, в муниципалитете ему заявили, что это там система для того, чтобы, и так далее, и так далее, и тому подобное. Фонари лучше светили. Ну, естественно, это бред. Значит, после этого началось выяснение, кто дал, что дал, какие, так сказать, были требования к этим фонарям. Но главное, что, главное, что непосредственно эти фонари, это как один эксперимент в определенном городе, сможет ли этот эксперимент продолжить свой путь. То есть, мы же с вами проходим в день сотни фонарей. Сотни. Мы вот с вами на улице, да, через каждые там 25 метров или 30 метров устанавливается фонарь. Представьте себе, что на каждом фонаре, я не знаю, есть ли у нас сейчас это, не могу сказать, но раз это уже запущено, значит, соответствующим образом это будет и дальше продолжаться. Где это будет, как это будет, но, как говорят, если заранее не предусмотреть эту ситуацию, то закончится это плачевно. Вот. И, естественно, любой вариант, который для нас здесь, он неприемлем. Ни эти вышки, ни эти фонари, ни, так сказать, та система 5G, которая якобы будет нам помогать. У нас же скоро, наверное, передвижные туалеты будут, так сказать, соответствующим образом ездить, потому что у нас 5G в квартире будет. Ну, холодильники там умные, умные печи, умные там, не знаю, умные телевизоры, все, что у нас есть, вплоть до пузырьков с лекарствами, будут все умные. Это хотелось бы, вроде бы, неплохо, да. А люди? Да, но только вопрос в другом, что мы с вами будем окружены тысячами различных лучей, которые будут воздействовать на организм, невидимыми лучами. Те лучи, которые будут подвергать соответствующему, так сказать, воздействию на организм. И после этого, а уже есть определенные исследования, они проведены немцами. Там порядка 1500 было различных изучений вот таких вот случаев по облучению. И был сделан вывод, что влияние идет и раковые опухоли, я могу перечислить, там целые переченью всего, что у нас есть. Это, ну, откровенно говоря, колоссальное количество. Это вот прям несколько моментов, да. Изменение сердечного ритма, изменение экспрессии гена, изменение экспрессии гена, изменение, значит, в развитии стволовых клеток, виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение ДНК и так далее и тому подобное. Это можно перечислять. А почему? Да потому что излучения будут идти 24 часа в сутки, 365 дней. Причем излучения будут идти на всех, без исключения. На людей, на животных, на насекомых, на природу, на все. Мы будем под колпаком находиться этих излучений. Не будет такого уголка в мире, где бы не было этого, ну, то есть, невоздействия этих лучей. Потому что планируется где-то порядка несколько десятков тысяч, ну, по разным данным, это до 20 тысяч спутников, которые будут поддерживать вот эту систему 5G. Вы знаете, самое интересное, что когда говорят, что, ну, вроде бы воздействие неважное, что это будет только во благо, да, ну, тогда вопрос, а почему тогда страховые компании не страхуют жизнь по воздействию вот именно от 5G лучей? Они умеют риски оценивать? Они именно, конечно. Получается, что мне это тоже напоминает что-то близкое к тому, что сейчас происходит после соответствующих, так сказать, укольчиков, да, когда людей тоже страховые компании не собираются страховать. То есть, вот вам один из показателей того, что на сегодняшний день вот вредоносность этого излучения достаточно высока. Но что еще важно? Важно в том, что, значит, 5G, а именно непосредственно сама вот эта система, работает на тех же частотах, что и то оборудование, которое используется при разгоне толпы. То есть, это одни и те же частоты. А это значит, что 5G можно использовать, в принципе, для, ну, наведения депрессии человека, создать определенные сложности у него, там, я не знаю, с головой, может быть, какие-то проблемы, там, боли головные, и все. То есть, это те частоты, которые можно использовать для наведения так называемого порядка, так называемой властью. Это, в общем-то, это режим. И самое интересное, что вот эти микроволновые удары, они, в общем-то, это как невидимое оружие. Они могут использоваться для того, чтобы облучить людей. Их нельзя сразу определить. Вот подъезжает спокойно машинка, да, вот идут протестующие. Машинка стоит, а через код, через полтора, облучившись вот такими малыми дозами микроволновой вот этой системой, люди начнут умирать от сирроза печени, от остановки сердца, от, так сказать, инсульта, от чего угодно. От чего угодно. То есть, это хорошее, так сказать, оружие для того, чтобы режим мог спокойно не беспокоиться за то, что у него будет оппозиция. То есть, людей, наконец-то, включили в схему интернета вещей. Человек, наконец-то, стал вещью. Раз частотная характеристика расширена до частот, на которых работают живые организмы, в том числе и человек, значит, людей будут брать как предметы под управление. Ну, по факту получается так, потому что как можно определить, облучают тебя, не облучают, мы с вами сидим сейчас, мы же не знаем, может быть, здесь стоит какая-то машина и облучают, вполне возможно. Только по результату. А 5G вообще проникает через стены, через мозг, через что хочешь. Кстати, самое интересное, что как только заработает 5G, то жизнь каждого человека будет как на экране. То есть, 5G дает возможность контролировать все, что происходит внутри твоего жилища. Это, по сути дела, близко к тому, что у тебя во всех уголках, включая спальню, туалет, коридор, установлена камера слежения. То есть, тебя просто видят, что ты делаешь, как ты делаешь, чем ты занимаешься. Полная информация. Полная. Ну, я уж не говорю о том, что эта информация может заниматься просто с умных, так называемых, приборов, которые там, ну, компьютер, это само собой разумеется, телевизор и так далее и тому подобное. Да, это получается, что технология 5G имеет очень широкий спектр применения, как негативное воздействие на людей, возможно управление какими-то функциями или эмоциями. Плюс можно 3D сделать... Ну, скопировать твою квартиру полностью и все, что ты делаешь, тоже. То есть, компьютер может создать абсолютно точную 3D-картину с онлайн, так сказать, перемещением, кто где находится, что делает. Конечно. Вопрос же в чем, что мы хотим быть как-то независимыми, мы хотим как-то быть все-таки самостоятельными, а тут получается, что об этом даже мечтать не приходится. Зато очень удобно обезвреживать террористов, например. Да, конечно, я думаю, да. А еще лучше было бы, если бы мы знали, что этот террорист заранее готовит. То есть, в каждом мозгу будет стоять определенный чип, когда он вдруг подумает, даже фильм такой был, я подумаю, что надо вот что-то сделать, меня можно сразу сажать. Да, похоже, мы к этому скоро придем, потому что вот все, что касается 5G и вот тех технологий, которые сегодня внедряются, ведь технологии еще пока не раскрыты. Мы еще многого не знаем, что готовят вот эти психопаты, которые собираются уничтожить, ну, если не 2-3 тех, то уж точно как минимум половину планеты. Ну, а дальше результат будет один. Мы с вами неактивные, мы с вами пассивные. Вот сколько человек там выступили против, допустим, того, что у нас будет 5G? Да нисколько, их нету просто. А что такое 5G? Это страшная штука. Вот я вам уже высказал, это специалист, который непосредственно занимается вопросами разработки этого 5G. И таких специалистов достаточно много. То, что нарушается целый комплекс законов, я могу перечислить, что вообще нарушается. И плевать они хотели на все, что тут вот в этих непосредственно законах сказано. Сейчас просто приведу пример. Значит, Конвенция о правах ребенка ООН, Нюрнбергский кодекс 1949 года, ну, отрезолюции 18-15, о которой мы с вами говорили, Совет Европы. Декларация конференции ООН по окружающей среде развития 1972 года, Всемирная харти природы 1982 года, Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию 2002 года. Ну, вот вам это нарушается международное соглашение. Ну, а здоровье человека, тут всеобщая декларация прав человека, глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков, ну, и космоса и так далее и тому подобное. То есть, все это говорит об одном, что это заговор. Заговор реальный. И если мы не отреагируем на этот заговор и не сможем противостоять этому, то мы получим то, что они задумали. Владимир Иванович, ну, я позвольте поопонировать все-таки. Вот эти боевые разведывательные комплексы, вмонтированные, допустим, в ту же систему освещения, это же все для нашей безопасности. Наверное, это оборудование даже выпускают на территории России, я так подозреваю. Ну, я думаю, да. Когда тот или иной террорист пойдет мимо того или иного фонаря, то обязательно его ликвидируют. Я даже не сомневаюсь. Ну, это, конечно, шутка. А в целом, я хочу сказать, что мы же думаем не только о взрослом населении, о будущем, о подрастающем населении, о наших детях. Они же, в принципе, тоже будут подвергаться всему этому. Что мы в конечном итоге получим? Какое население, какое вообще будущее у нашей страны, если у нас не будет молодого населения, которое способно защитить нашу страну, способно создать соответствующие условия для жизни, для нормальной жизни. Как работает ФСБ или там спецслужбы наши, это большой вопрос. Но вот вопрос, а они вообще сами-то знают, чего у нас тут устанавливали? Это что за оборудование? Оно же не у нас собирается. Несомненно, оборудование это западное. Что в него включено, какие там подвохи будут, мы не знаем. Что вообще может произойти с этим оборудованием или непосредственно при использовании этого оборудования. Потому что мы не изготавливаем те чипы, которые готовятся в тех же странах, я не знаю, в Англии, в Америке, там еще где-то. И можно только предполагать, что это оборудование будет действовать в рамках тех требований, которые предъявлены нашей страной. Это не значит, что это так будет. Мы не знаем, что если это оборудование будет стоять рядом, допустим, с каким-нибудь аэропортом, что завтра, предположим, я говорю не что-то, предположим, самолет не потеряет управление. Откуда мы знаем? Мы не знаем. Потому что все, что касается нашей технологии, что касается наших, так сказать, изготовлений технического оборудования, то у нас этого нет. Мы получаем это за рубежа. А что там? Там кот в мешке. Поэтому даже это уже настораживает. Я уж не говорю о том, что вообще задумывается. Ну, у меня такое впечатление, что это сговор, и на этом сговоре уже не ставится вопрос, будет ли оно использовано таким-то, таким-то образом. Это оно будет использовано, соответственно, для того, о чем мы говорим. Вероятнее всего, это оборудование для, будем говорить так, ликвидации населения. Потому что все, что приводится по исследованиям, говорит о том, что значительная часть населения начнет просто быстренько, так сказать, готовиться на тот свет. Ну, мы же с вами знаем, что сейчас ходит масса, так сказать, различных информаций. Ну, я не могу подтвердить, я не могу опровергнуть, но я лично видел несколько таких документов, которые говорят о том, что в ряде районов Московской области готовятся к захоронению, к массовому захоронению, то есть как надо в этом случае соответствующим образом подготовиться. То есть массовое захоронение, почему? У нас что? Эпидемия, чума, оспа, что произошло? Тиф? Нет у нас ничего. У нас смертность та же, как обычно. Причем тут массовое захоронение?